МАГАДАН Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Магадан во власти снежного шторма. Циклон уйдет в субботу, но уже движутся следующие метели. Вновь начнутся в воскресенье вечером. Заработали пункты по приемке снега. Сдать его можно на безвозмездной основе на Марчиканском бирюлке и промышленном проезде. Ушла в отставку министр финансов Колымы работает до 26 ноября. Об этом и многом другом за 15 минут. Очередной циклон обрушился на Магадан. В связи с непогодой школьники с 1 по 4 класс первой смены сегодня учились в свободном режиме. Это значит, что родители сами решали, отпускать ребенка идти учиться в метель или нет. Также из-за погоды временно перекрыли проезд по трассе Магадан-Балаган на эталон. Сообщений о пострадавших не поступало. Введено ограничение для всех видов транспорта, за исключением высокопроходимой техники. На данной дороге развернут подвижный пункт обогрева. Также определены опасные участки в городе. На этих участках выставлены пункты оказания помощи автолюбителям. Снег и метель пришли к нам из Оходского моря. Ночью ветер разгонялся до 22 метров в секунду. Сейчас его скорость снизилась до 17. Под влияние больше всего попадает областной центр и прибрежные поселки. По словам синоптиков, такая погода сохранится до конца сегодняшнего дня. Влияние циклона завтра уже будет ослабевать. То есть сегодня ночью он еще сохранится, а завтра интенсивность циклона уменьшится. Как скорость ветра, так и интенсивность снега. Средняя норма осадков в Магадане в ноябре составляет 51 мм. За первые две декады месяца уже выпало больше половины месячной нормы. В Магадане работают два пункта приема снега. Приемка ведется на безвозмездной основе. Точки работают в районе Хабаровской станции, технического обслуживания на Марчиканском переулке и на промышленном проезде за ледовым катком. Об этом сообщили на еженедельном совещании по работе коммунальных служб в мэрии Магадана. Юрий Гришан подчеркнул, что только в эти два пункта разрешено свозить снег. И особенно, чтобы не возили сейчас Дмитрий Николаевич, это там, где строит Шофеев спортивный комплекс, который он в декабре будет открывать. Там навал этот снега был самовольный. Сейчас этого делать не надо. Снег на площадке может привести любая компания или физические лица. Для этого необходимо предварительно согласовать свои действия с ГЛУД по телефону 220-315 с полдевятого утра до шести вечера и круглосуточно по номеру 8-914-852-51-84. Доходы Магаданской области в 2019 году сократятся на 10% и составят почти 27 миллиардов рублей. Об этом рассказали в библиотеке имени Пушкина на публичных слушаниях проекта о законе региональной казны на следующий год. Увеличение бюджета произойдет не в 2019 году, а в последующие два. По словам министра финансов Магаданской области Валентины Моисеевой, главной проблемой на сегодняшний день остается кредиторская задолженность, рост которой в этом году превысил 70% и достиг 11 миллиардов рублей. По этой причине бюджет признали бездефицитным. Мы не имеем права просто уже привлекать никакие кредиты. А если мы с вами примем дефицитный бюджет, должен появиться источник покрытия дефицита, а сегодня только кредитные ресурсы коммерческих банков. И мы сами себя будем загонять в долговую яму, потому что кредит, который взяли раньше, его надо отдать. Чтобы его отдать, надо найти источник. Говорят, найди родник, который будет бить. А источника пока нигде нет. Поэтому губернатор принял решение, что мы будем принимать бюджет с нулевым дефицитом. То есть, ну, жестковатое в этом году, он сам это признает. В связи с этим определили приоритетные направления финансирования в полном объеме. Это обязательные платежи за коммунальные услуги всеми предприятиями и организациями Магаданской области, оплата проезда в отпуск, а также зарплаты бюджетникам, где в 2019 году предусмотрено повышение от 4 до 8 процентов. Мы 20 миллиардов рублей зарабатываем на своей территории. За счет чего, спрашивается? А вот за счет того, что у нас на первое место в структуре доходов на первое место вышел налог на доходы физических лиц. То есть, надо говорить о том, что номинальная заработная плата, она у нас год от года возрастает. Номинальная, я не говорю о реальной, потому что реальная, ее идет спад. В течение двух часов участники слушаний обсуждали расходную и доходную часть главного финансового документа региона. После чего у всех собравшихся появилась возможность задать напрямую представителям исполнительной власти интересующие их вопросы. Вот с учетом того, что бюджет на следующий год очень напряженный, удастся ли выполнить обещание губернатора о том, что заработная плата работающего человека в области в следующем году не может быть меньше 40 тысяч, а если это произойдет, то будет доплата. Сегодня то, что мы отдали в проект закона в первом члене, там предусмотрено повышение зарплаты, я имею в виду не у Позняка, а остальные, будем говорить, бюджетные сферы, с 1 октября 4%. Поручение губернатор дал другое. Повысить на 4%, во-первых, это с 1 января, и во-вторых, у кого заработная плата меньше 40 тысяч, осуществлять доплату в размере 5 тысяч. То есть это все будет? Это все будет и все рассматриваем. 23 ноября проект бюджета рассмотрят на заседании Магаданской областной думы. До вторых чтений, которые пройдут в декабре, возможно, еще какие-то пункты будут откорректированы. Проектирование строительства автодорог в районе улиц Ягодная, Колымская, Берзина, микрорайона Солнечный, моста через реку Магаданку по улице Ягодной перенесут на следующий год из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщила руководитель департамента САТЭК мэрии Магадана Надежда Горностаева. На заседании депутатской комиссии по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии Магаданской городской думы. Кроме средств городской казны предполагалось использование внебюджетных источников, но их так и не нашли. В связи с этим объем финансирования программы развития уличной дорожной сети Магадана уменьшен более чем на 65 миллионов рублей. Будут в последующем формироваться программные мероприятия аналогично на последующие периоды. И все то, что не вошло, не удалось реализовать ввиду ограниченного финансирования данных мероприятий, соответственно, будет реализовываться в последующие годы. Но также нужно говорить о том, что программа претерпевала изменения с учетом дополнительных источников. Вот как пример можно говорить о введении и строительстве моста в районе третьего микрорайона, в сторону кожзавода. Сейчас подводят итоги программы развития уличной дорожной сети в Магадане. В этом году на повышение безопасности и совершенствование автодорог потратили 27,5 миллионов рублей. Финансирование новой программы определят после утверждения бюджета на 2019 год. Магаданский городской лесхоз продолжает трудиться над созданием главного атрибута наступающего нового года. Процесс оценил мэр Магадана Юрий Грешан. В первую очередь работники сделали шестиметровые елки для площадей. Сейчас более 10 двух- и трехметровых новогодних красавиц ждут, когда их заберут в детские сады и школы города. В этом году заготовили 340 кубометров веток сланика. Его срезают осенью, когда в лесу проводят противопожарную профилактику. В лесхозе с конца октября из-за хапок сланика создают главных новогодних красавиц 8 работников. Старые елочники, как правило, готовят. Они просто смотрят и бьют уже там, скажем так, не в определенном порядке. В принципе, он просто бьет, пропусков не было. Вот идет она, допустим, сначала меньше, потом длиннее, потом еще длиннее, большие, с самого низа. Чтобы они проходили, бывает, ну вот, бывает, как, допустим, вот раз пропустил, будет вот так где-то, значит, ну, по-разному. Иногда еще настроение бывает у человека разное. Иногда вот они идут, бывает, что они не идут, не получается и все. Бросают, уходят, походят, походят, пошло снова. С декабря в лесхозе начнут продавать елки жителям Колымы. Например, метровую новогоднюю красавицу можно будет приобрести за 928 рублей. Чтобы под бой курантов елка была пышной и красивой, после покупки ее лучше хранить в темном и прохладном месте. А перед самим украшением дайте хвои согреться и распушиться. Тогда новогодняя красавица простоит гораздо дольше. Министр финансов Колымы ушла в отставку. Губернатор Сергей Носов поблагодарил Валентину Моисееву за работу и вручил памятный адрес. Практически всю свою трудовую деятельность экс-руководитель посвятила работе в финансовых органах. Общий стаж работы около 40 лет. Начала свой трудовой путь старшим экономистом штатного отдела Магаданского облсполкома. С конца 90-х 20 лет управляла финансами Колымы при всех губернаторах, начиная с Валентина Цветкова. Валентина Моисеева выразила благодарность коллегам, а также пожелала работать единой командой на благо области. Надо сплотиться и создать дружную рабочую команду. Не как сегодня у нас происходит. Это не мое, моя хата с краю. Мы тогда ничего с вами не сделаем, то, что намечено на нашем пути. Поэтому пожелаю только всего хорошего и в действительности сформировать вам, Сергей Константинович, ту команду, которая поведет в Магаданской области к тому, что было раньше, когда мы не получали никакую дотацию из федерального бюджета. Всем спасибо. Сергей Носов поблагодарил экс-министра за высокий профессионализм и назначил временно исполняющим обязанности министра финансов Магаданской области Диану Самандас, которая работала в должности заместителя Валентины Моисеевой. Ей передадут полномочия 26 ноября. Каникулы без забот. Банк Восточный предлагает колымчанам не экономить на подготовке и проведении нового года. Вы можете взять кредит на сумму от 80 тысяч рублей до 1 миллиона, чтобы сделать достойные подарки своим родным и близким, а также, чтобы провести действительно незабываемые новогодние каникулы. Конец декабря, начало января – время повышенных расходов. Поэтому где-то в начале ноября мы в Банке Восточной фиксируем рост спроса на кредиты. Большинство наших клиентов считает, что это практично. Вместо того, чтобы долго копить, нужную сумму можно получить в день обращения. А условия кредита позволяют возвращать его удобными платежами в течение нескольких месяцев. Кредит выдают на срок от 13 до 36 месяцев со ставкой 11,5% годовых. Главное, чтобы заявитель был старше 21 года и имел стабильный доход в течение последних трех месяцев. Оформить праздничный кредит большой сезон наши клиенты могут уже сегодня. Получить сумму до миллиона рублей наличными с фиксированной ставкой 11,5% годовых в любом офисе Банка Восточной можно уже сегодня. Для этого потребуется всего два документа – паспорт и справка 2НДФЛ. Благодаря своим условиям большой сезон подходит для исполнения новогодних желаний всех членов семьи. Чаще всего магаданцы и жители области берут кредит перед новогодними праздниками на подарки, обновление интерьера в квартире или на ремонт, а также на отпуск в жарких странах. Грамотно спланировать праздничный бюджет и провести незабываемые выходные поможет Банк Восточный. Все подробности можно узнать в филиале Банка Восточный по адресу город Магадан, улица Ленина, 22, дробь 2. Отделение работает ежедневно. Колыма между временем – фильм о путешествии в колымские лагеря презентуют в Магадане. Наша землячка Елена Вяльбе борется за звание лучшего тренера страны. Проголосовать за нее можно на сайте Минспорта. Пополняя запасы – видео в рубрике «Мобильный репортер». Вы ведете активный образ жизни, но у вас близорукость? Для тех, кому некомфортно в очках, Крофт Оптика представляет окей-терапию. Ночные линзы за время сна, корректирующие близорукость. Вы надеваете их только на ночь. Линзы создают гидродинамические силы, которые изменяют толщину эпителия роговицы. Эти микроскопические изменения создают такие условия, что утром, вынимая линзы, вы хорошо видите до следующей ночи. Ночные линзы работают, пока вы спите. Крофт Оптика. Телефон в Магадане – 62-85-47. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Большая распродажа детской обуви. Любая – от зимних сапожек до летних босоножек по очень низким ценам. Приглашаем вас в отдел детской обуви. Второй этаж дома мебели на улице Пролетарской, 23. На втором этаже – сразу налево. Не хочешь ссоры с близкими? В долг не бери. А с кредитом 90 даром? Деньги под рукой. И 90 дней без процентов. Это ж целые школьные каникулы. Азиатско-тихоокеанский банк. Все просто. Все для своих. Готовые новогодние подарки в красочной упаковке по оптовым ценам. С любовью к вашим детям. Город сладостей. Телефон 620-699. Кондитерский дом. Телефон 643-545. Готовьтесь к Новому году с центром товаров для дома «Лавпосуда». До праздника еще больше месяца, а «Лавпосуда» уже радует покупателей огромным выбором сувениров и подарков. Здесь вы точно найдете, чем побаловать своих родных и близких в новогоднюю ночь. Ассортимент на любой вкус и кошелек. От елочных игрушек до элитного постельного белья. Приятно удивит выбор сувенирной продукции, разнообразные украшения на елку, как классические шары, так и деревянные фигурки нежных пастельных оттенков. Статуэтки с символикой наступающего года, очаровательные хрюшки всех размеров добавят изюминки к любому подарку. Большой популярностью сейчас пользуются альтернативные елки. Этот вариант хорош для всех любителей нестандартных и интересных решений, а также искателей чего-то нового и стильного. А необычные елки из ткани, дерева и других природных материалов покорят сердца самых требовательных приверед. Не оставит ни одного покупателя равнодушным и посуда с символом 2019 года. Тарелки и кружки также станут идеальным подарком. Для любителей классики большой выбор сервизов и посуды, украшенной от позолотой до цветочных принтов. А кухонным полотенцем с веселыми изображениями поросят обрадуется каждая домохозяйка. Чудесным подарком станет и постельное белье. В магазине «Лавпосуда» широкий выбор комплектов из хлопка. Отличным дополнением станут и банные полотенца из хлопка и бамбука. Помимо этого в магазине большой выбор сковородок и кастрюль, разделочных досок и другой домашней утвари. Впервые Центр товаров для дома представил покупателям наборы для празднования Нового года как в кругу семьи, так и на корпоративных вечеринках. Приятно удивит большой ассортимент масок, париков, плакатов и фотобутафории, а также предметов для домашних фотозон. В ассортименте декор для квартиры, мишура, плакаты и наклейки на окна. Подарки на любой вкус и по приятным ценам вы найдете в магазине «Лавпосуда» на втором этаже торгового центра «Парк Авеню» по адресу проспект Карла Маркса, 62. В Магадане презентуют документальный фильм о лагерном прошлом Колымы. Его автор – заведующий литературным отделом Магаданского музыкального и драматического театра Игорь Дадашев. Кинокартина под названием «Колыма между временем и пространством» повествует о прошлогодней экспедиции в один из самых страшных исправительно-трудовых лагерей. Урановый рудник «Бутугычак». По словам автора, фильм не столько о самом лагере и обогатительной фабрике, как о тяжелой истории области и страны. В экспедиции и съемках фильма участвовали сам Игорь Дадашев, московский исследователь Андрей Петрин, магаданский краевед Иван Паникаров. Их пребывание на руднике длилось три дня. За это время команда несколько раз застала переменчивую погоду. Ничто не предвещало. Прогноз был благоприятный. Поэтому мы отправились наверх. На шесть часов заняло восхождение на верхний лагерь, на сопку. И мы там заночевали, потому что мы поднялись туда уже вечером в семь часов. Проснулись в пять утра. Ночевали мы в метеостанции. Бывшая тоже такая дырявая, с дырявой крышей избушка. А утром проснулись и все сопки были покрыты снегом. Премьерный показ документального фильма Игоря Дадашева «Колыма. Между временем и пространством» состоится 27 ноября в 18 часов в библиотеке имени Пушкина. Вход свободный. Очный этап городского педагогического конкурса «Призвание-2018» прошел на базе Дворца детско-юношеского творчества. В этом году в состязании принимают участие пять учителей из 13 и 24 гимназий. Также впервые за историю конкурса свои навыки продемонстрируют воспитатели детских садов. Очный этап включает в себя педагогический линк, интеллектуальную игру с ответами на вопросы и открытую педагогическую мастерскую, которая включает в себя мастер-классы по различным техникам и методам обучения и запоминания учебного материала. «Восемь лубки» «Цель как раз не столько выявить, кто лучше, кто сильнее, а цель обогатиться опытом. То есть прийти на конкурс, посмотреть, что я умею и предложить это своим коллегам. И с другой стороны, все-таки подчеркнуть то мастерство, которое, может быть, есть у других педагогов, а я этого не умею делать». Конкурсантам вручают дипломы участников и памятные подарки. Учебники, самоучители и музыкальные диски В библиотеке имени Пушкина открылась выставка литературы «Музыкальная страна». На ней представили более сотни книг и дисков. Это методические пособия для преподавателей, учебные издания по музыкальной литературе, самоучители, игры на различных инструментах, фортепиано, гитаре, электрогитаре. Самые последние издания нотных репертуаров и видеоуроков. Книги и диски можно почитать и посмотреть как в библиотеке, так и взять на дом по залоговому абонементу. «Эта выставка, которую я сейчас наблюдаю, она как раз поможет тем молодым людям, и особенно тем, кто в возрасте, более углубиться в эту прекрасную тему, в музыку. Это духовность, которая влияет на характер человека, которая заставляет о многом задуматься. Музыка помогает переживать самые сложные моменты в нашей жизни. Она и с нами в радостях, в каких-то размышлениях. И, естественно, чтобы ее понять, нужно именно углубиться в нее». Выставку «Музыкальная страна» можно посетить ежедневно с 11 утра до 7 вечера. Она продлится до 31 января. Следующую экспозицию посвятят театру. Елена Вяльбе сейчас улучшает результат Ларисы Лазутиной. Очень мудро, очень точно распределена она силы на дистанции. На национальную спортивную премию «Гордость России» номинирована наша землячка, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Отдать свой голос за почетного гражданина Магадана можно на сайте Минспорта в номинации «Тренер года». На это звание также претендует главный личный тренер легкоатлетки Марии Ласицкине Геннадий Габрелян. На звание «Спортсмен года» претендует олимпийский чемпион в составе хоккейной сборной России Павел Датюк, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике, победитель трех этапов бриллиантовой лиги Сергей Шубенков и трехкратный серебряный призер и бронзовый призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Большунов. В номинации «Спортсменка года» представлены олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова, европеристка Инна Дереглазова и трехкратная серебряная призерка чемпионата мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Церемония награждения лауреатов состоится 4 декабря. Победители будут определены путем народного голосования с учетом мнения экспертного совета, в состав которого вошли Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Алина Кабаева, Александр Карелин и другие известные представители спортивной отрасли. В камере мобильного репортера попытки домашнего животного утеплиться на зиму. Способ код выбрал неординарный. Вместо того, чтобы прижиматься к батарее, он пытается набрать со стола как можно больше сала. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер WhatsApp 8 914 859 90 60. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 ноября в Багадане ожидается снег. Температура воздуха ночью 3-4 градуса мороза, днём 7-12 градусов со знаком минус. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 89%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова